Каждой семье нужен особый подход. Главная цель рейдов – увидеть реальную картину, в каких условиях живут дети. При необходимости комиссия помогает в оформлении документов, оказывает социальную и бытовую помощь, обеспечивает семье медицинское лечение. На месте проще разобраться и принять верное решение. В этот раз совместно с главой сельского округа комиссия посетила четыре семьи. Каждой вручили продуктовый пакет и бытовую химию. То, что такие семьи, родители и дети будут знать, что к ним могут приехать, о том, что они на постоянном контроле, будет заставлять их как-то мобилизироваться, лучше относиться к своим детям, следить за чистотой и порядком. Конечно же, мы понимаем, что не всегда бывает, что покушать. Здесь мы, конечно же, и при помощи социальной защиты, конечно же, помогаем таким семьям. В Анапе уже несколько лет действует фонд «Вторые руки». Они собирают вещи, детские игрушки, канцелярию, чтобы помочь нуждающимся семьям. А также ежегодно проводят акцию «Собери ребенка в школу» перед началом учебного года. С помощью неравнодушных анапчан, предпринимателей, общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» мы собрали достаточное количество школьной формы, обуви, канцелярских товаров для того, чтобы оказать помощь нуждающимся семьям. Вот сегодня мы пригласили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в которых воспитываются первоклассники, для того, чтобы им оказать реальную помощь в сборе и подготовке детей в школу. В преддверии Нового года соцзащита раздаст теплую одежду и поможет семьям с закупкой дров. По итогам рейда трем семьям будет оказана медицинская и правовая помощь. Выезд руководителей службы ведомств в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сельские округа продолжается и в дальнейшем. Также комиссия посетит семьи в самом городе. Ирина Меркуриева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.